Сейчас уже известно многим, Игорь Тальков был крупным, ярким явлением на отечественной сцене. Он не только пел, он рассказывал зрителям то, что знал об истории России, старался донести не только свои знания, но и чувства. Неудивительно, что личность певца до сих пор остается притягательной для тех, кто помнит и любит творчество Талькова. Талантливый певец, поэт и композитор был трагически убит 6 октября 1991 года, и все обстоятельства его гибели неизвестны до сих пор. Поэтому чаще всего в средствах массовой информации муссируется именно смерть Игоря Талькова. А между тем, в биографии музыканта имеется множество других фактов, о которых большинство людей даже не догадывается. Как пишет Ирина Измайлова в своей книге «Тайна Игоря Талькова», родители будущего музыканта встретились в местах заключения, а именно в Кемеровской области. Оба они отбывали наказание по печально известной 58-й статье «Антисоветская агитация». Возможно, причиной ареста Владимира Максимовича и Ольги Юлевны стало их происхождение. Дело в том, что предки Талькова по отцовской линии были представителями русского дворянства. Мать же артиста была дочерью этнического немца. Из Кемеровской области родители отправили своеобразную ссылку в щеке на Тульской области, запретив им оттуда выезжать. Там и родился Игорь Тальков. Поэтому именно этот город и указывается во всех биографиях исполнителя. Еще маленьким мальчиком Игорь любил музицировать. Используя для этого кастрюлю, стиральную доску, тарелки. Его мама рассказывает, что в детстве Игорь сооружал почти настоящую барабанную установку. На стул укладывал крышки, другие пристраивал на свою ногу и увлеченно играл. Видя такую тягу ребенка к музыке, родители записали Игоря в музыкальную школу. Там он освоил игру на баяне. Кроме того, к старшим классам Игорь выучился играть также на фортепьяно и гитаре. Без посторонней помощи самостоятельно он освоил и другие музыкальные инструменты. Немного играл на скрипке, знал бас-гитару и барабаны. Впрочем, больше любых других инструментов ему нравился саксофон. Но как раз его освоить не получилось. Игорь мог стать не музыкантом, а хоккеистом, если бы ему не дали отворот-поворот. Он много тренировался в родном городе, но когда он приехал в Москву и попробовался записаться в школу Динамо или ЦСКА, парнишки из провинции вежливо отказали. В противном случае не исключено, что Тальков отдал бы все силы спорту, а не музыке. Ольга Юлиевна Талькова в книге, написанной в соавторстве с супругом, вспоминала, что отец одно время был ярым сторонником коммунизма. Эти взгляды родителя поначалу разделяла их сын. Федор Юзаков и Павел Глобов в произведении знаменитого «Скорпиона» утверждают, что юную Игорь даже не позволял матери критиковать его в присутствии Ленина и Брежнева. Однако в середине 70-х позиция музыканта резко изменилась. В 1975 году он даже выступил на площади Тулу с критикой политики Брежнева. Авторы упомянутой книги утверждают, что эти перемены были связаны с взрослением Талькова, а также с тем, что тогда он наконец узнал о том, что его родители были репрессированы. Настоящая слава, по мнению автора книги «Черная дюжина», Виктора Молотова пришла к Талькову после того, как он выступил на фестивале «Песни года 87» с композицией «Чистые пруды». В этот момент он являлся участником группы Давида Тухманова «Электроклуб». Именно Тухманов написал музыку к «Чистым прудам», а биофизик Леонид Фадеев сочинил текст. Так что эта песня вовсе не детище Игоря Талькова, как считают некоторые, но как он ее исполнил? Игорь Тальков некоторое время старался не брать микрофон в руки и вообще не притрагиваться к нему. Дело в том, что как-то раз, будучи на гастролях в Таджикистане, он получил сильный удар током, коснувшись микрофона. Как вспоминали коллеги-исполнители его родители, певец упал на пол и потерял сознание. Все обошлось без особых последствий. Однако в течение довольно продолжительного периода после этого случая Тальков не касался микрофона или просил обмотать его изолентой. Многие биографы Талькова утверждают, что певец абсолютно точно знал о том, когда и как он закончит свои дни. Так журналист Федор Розаков в книге «Свет погаших звезд» пишет о том, что Игорь Владимирович однажды подбодрил своих коллег, которые боялись лететь на самолете. Артист сказал, что те могут ничего не опасаться рядом с ним, так как он погибнет не в авиакатастрофе, а умрет насильственной смертью при большом скоплении людей. Причем, как утверждал Тальков, его убийцы не найдут никогда. Если было интересно и занимательно, то поставить лайк желательно, а также подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.